Привет! Ну я уже говорил, что, говоря, от улицы Передоновка, на которой мы в прошлый раз встречались, от нее отходит Передоневский переулок. И вот именно на этом переулке мы сейчас с вами и встречаемся. Он тоже проходит по Пресненскому району, но как раз улица Передоновка и далее до Большого Казихинского переулка. Недалеко от Садового кольца, Патриархов, Продов и метро Маякутская. Переулок этот с односторонним движением табилет транспорта по одной полосе в сторону Большого Казихинского переулка. Длина его составляет около 200 метров. До XIX века назывался Старосъезженский переулок по находившемуся здесь в XVIII веке полицейскому участку, который назывался тогда Съезжий избой. Поэтому такой Старосъезженский. Ну старый, наверное, старый, потому что, может быть, был Новосъезженский, а может быть, потому что, ну, ввиду своей какой-то древности, наверное. В XIX веке период получил нынешнее название Спиридоневского, находившемся в 1930-1932 годах неподалеку на непосредственно улице Передоновка, церкви Спиридона Три Мефунского. Епископ был такой, в древности, по-моему, в IV веке он жил. Вот. Ну а сама улица, она называлась не Спиридоновка, а Спиридоневская улица. Ну и Спиридоневский переулок. А Спиридоновка, это такое название, спичка Московская. Эту улицу получила уже в 1094 году. Вот. Ну что ж, здесь находится в этом переулке, ну, естественно, он не очень большой, да, всего 200 метров, поэтому здесь не так много объектов. Здесь находятся 8, нет, 7 жилых домов, 7 жилых домов, вот, разных годов постройки, ну, разных, в смысле, они или дореволюционные, или советские дома. Это 4- и 5-этажные дома под номером 5, строение 1 и 2, начало 20 века, 10-этажный дом под номером 6, 370-го года постройки, 5-этажка под номером 7, начало 20 века, 6-этажный дом под номером 8, 330-го года постройки, здесь жил артист Пров Садовский, а также артист Михаил Царев. 6-этажный дом под номером 10, начало 20 века, и 5-этажный дом под номером 12, середина 19 века. Здесь во дворе находилось строение дома 12. В 1906-1908 годах жила семья Маяковских, уедшие в груди после смерти отца поэта. Ну и сестра Маяковского вспоминала, что мы сняли квартиру с центральным отоплением. Это был обычный дом-коробка у дворей, удобный для эксплуатации. Двор сберялся на ряд узких коридоров, покрытых осклами. Вот такие вот тут жилые дома. Ну и помимо жилых домов, также здесь находятся и два нежилых здания. Самое главное здесь это гостиница Марка Пола Пресня, по номерам 9. Начало 20 века здание, бывшее общежитие для американских и английских гувернанток. Вот когда-то еще очередной революции. Но за несколько времен тут была гостиница ЦК КПСС. Вот такое трехэтажное здание было построено тут в начале 20 века. на средства Джейн Мак Гилл, который прожил в начале Агличанка, который прожил в Москве. Вот и носил тогда имя Евгения Ивановна, ну на русский манер. Джейн Мак Гилл, конечно, русские люди бы не стали называть. Но она построила как раз вот это здание для, собственно говоря, американских и английских гувернанток. Ну, наверное, которые воспитывали русские детей тоже, соответственно, в России. Для этого все дело. Ну, вообще такая была благотворительная, благотворитель, меценатка такая, да. Вот. Помогала тут тем, кто оказался в России, приехавшим иностранцам. Вот. Ну, соответственно, здесь тоже построила вот такое, так сказать, общежитие для английских и американских гувернанток в честь святого Андрея. Вот. И еще называли его дом святого Андрея. Ну, потом, после революции, естественно, дом национализировали. Сначала это было общежитие для преподавателя Московского университета, а потом встала гостиница для партии милитов, как ПСС. И называлась эта гостиница «Октябрь». Вот. И при этом оно было настроено здание двумя этажами, то есть до пяти этажей. Ну, а, соответственно, уже в последующем, да, то есть уже после распада Советского Союза в 1991 году гостиницы передали совместному советско-авститическому предприятию СП «Визит», ну и, соответственно, дали и название «Марко Поло» на Пресне, ну, по типу всех гостиниц, ходящих в международную сеть «Марко Поло». Ну, то есть «Марко Поло» – это сеть такая, да, гостиница, международная сеть, причем не только в России. Ну, а на Пресне – это отличительная особенность именно вот этой гостиницы, потому что находится она, собственно, в Пресненском районе, да, впоследствии. Ну, поэтому так это называется. Ну, потом, правда, сеться ушли из проекта, но название сохранилось. Сейчас тут 71 номер, копиензал есть на 150 человек, ресторан, кафе, лобби-бар, ну и другие всякие. Там сопутствующие гостиницы, разные структуры, разные организации. Ну, и помимо этого дома, еще есть также в этом переулке офисное здание под номером 17. Ну, когда-то был жилой дом, где были квартиры, в том числе, драматурга Крона и композитора Крейна. Ну, сейчас потом, очевидно, его перегивали уже под улиц. Ну, в этом переулке, конечно, что же побывать, ведь тут есть довольно много старых домов. Весна тоже и гостиница, и жилые дома тоже старые сохранились. Есть что посмотреть, ну, вы будете гулять в Спиридоновке, или там, в соседнем переулке, здесь вот, в районе Патриарших Трудов, ну, и, конечно, сюда тоже загляните. Тоже добраться, так же, как и до улицы Спиридоновка, выше от метро Маяковская. Дальше пешком через Большую Садовую, Саду Гудренскую улицу, ну, и также на автобусах Б-10, всем здесь, до основных улиц Спиридоновка, ну, очень через Спиридоновку идти. Общество транспорта по этому переулку, равно как и по улице Спиридоновка, тоже не проезжает. Приятных прогулок, и до новых встреч на улицах Москвы.